Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Вот на сердце у меня озвучит важные труды Максима Степаненко. Я уже насчитал кое-что, и вот этот материал решил опубликовать. Я вчера у него спросил, говорит, благословляешь, он говорит, да. То есть у меня благословение брата Максима Валерьевича на смерть с сектоведением в Русско-Православной Церкви, Московского Патриархата. Неужели доходит это до них, я все думаю. Он же сам был сколько лет там. Вот попутно, в самом начале, этого я хотел сказать, они борются, создали миссионерские отделы. Вот. А вот этого не знают разве? Я им сколько раз говорил. Смотрите, я просчитаю сейчас. Вот это мое. Мы рады, что Господь услышал наши молитвы о том, чтобы Он, Бог, сам нашел того, кто из них среды восстанет за поруганную славу Божью. И мы считаем так, я лично считаю. Вот. Максим Степаненко сейчас рупором Божьим является. И статьи его, которые сейчас будут запирать, это безбожники засели в церкви. Это статьи столетия. Это редкость большая. Вот. Я теперь и говорю ему тоже. Вот было, значит, в центральном этом отделе у них там. Из их среды. Из Ихилия 23,36. И сказал мне Господь, сын человеческий, хочешь ли судить Аголу и Аголиву, выскажи им их мерзости. Аголу и Аголива сколько? Объект двое. Дальше. Вы в наших семикратных стопоклонных молитвах были днем и ночью. Максиму я пишу. И вдруг Господь его переделал, обратил. Он один из всех такого уровня, приехал потеряемку, принял полное крещение, погружение. Это героический поступок по настоящему времени. Солом 118,164. Семикратно в день прославляю тебя за суды и правды твои. Мы благодарны Богу и рады с вами, что вам доверил судья Грозный, именно вам, дорогой наш брат Максим, эту пророческую миссию. На него говорят, о, кто нашел заступника в лице Лапкина. Ну, тоже по насилию, когда я заступился, или сказать, пояснил одно дело, не только за Максима, а за Андрея Кураева, сказал, тоже напали. Ибо случилось то ужасное, чего нельзя было не видеть и невозможно терпеть. Осия 2,2. Судейтесь с вашей матерью. А мать это церковь. Хотим мы или нет, но Бог отец. Кому Бог не отец, кому церковь не мать. Ибо она не жена моя. Я не муж ее. То есть Господь говорит, я никогда не звал вас. Но мы, ты на наших улицах ел и пил, он не знал никогда о вас. Отойдите, проклятая, делатели беззакония. Пусть она удалит блуд от лица своего и прелюбодяни от груди своих. То есть воинскими властями, КГБской клички были. Ну, все знают, что сегодняшнего патриарха кличка Михайлов. Я ничего, просто, как говорят, предыдущий был Дроздов. Александр Нежный имел близкую связь с главой КГБ Крючковым. И Харчев тогда был председателем по религиозным культам в министерстве. И они рассказали все это в журнале Огонек. Все, потому что рушилась власть. И они каждый маленько пытался как-то отмыться. Все сто процентов. И сознался в этом открыто выжим только Хризастома Иркутский. Архипископ, ставший митрополитом Вильнюсским в Литве. Андрей Кураев говорит, я не отрицаю, вы-то еще молчите. И вот Максим коснулся их. Уж я не говорю, такие кокосиков. Эти, может быть, сами еще побуждали на большее. Дабы я не разоблачил ее до нога. И не выставил ее, как в день рождения ее. И не сделал ее в пустынею. Не обратил ее в землю сухую. И не уморил ее жаждаю. Вот такие, как Невзороб, они на страже стоят. Александр Глебович говорит, я не хочу, чтобы попов вниз головой с колокольн снова спускали. Но к этому идет. Когда столько претерпели, будто бы забутили буквально священниками. Ну скажите, а вы думали, что священники вот такие наглые, звероподобные будут? Нет, конечно. Я думал, сколько претерпели, они будут это помнить, будут кроткие, смиренные. Нет, озверелые просто. Озверелые. Ну хотите подробности его знать? Ну вот в Томской епархии там Сергей Дудин есть. Как он на меня нападает и прочее. Как друзья были, близко говорили. А я о нем каждый день молюсь, чтобы Бог дал ему жилье. Мгновенно изменился. Стал разбивать буквально ролики свои. Как огня их боится, что он со мной знался. А там на место Максима Степаненко поставили отдел. А он же ничего не знает. Ну и что он с тектантами? Как он будет говорить? Как дворки научит? Да не разоблачил до нога. То есть открыто будет делать все. Вся эта гомосексуальская, как говорит, сложеница сволочь. Не выставил ее, как в день рождения ее. Не сделал ее пустынею. Не обратил ее в землю сухую и не уморил ее жажду. Православие стремительно катится к полному исчезновению. Ну одни бабки останутся и все. Да бы я не разоблачил. И детей ее не помилую, потому что они дети блуда. А вот с властями хорошо теперь все. Приезжает правитель на острове. Там они бывают. Говорят, да полы с подогревом делают в монастырях. Ну дурю маются. Ибо блудодействовала мать. Я срамила себя, зачавшая их. Это все семинарии, академии могут оказаться здесь. Ибо говорила, пойду за любовниками моими, которые дают мне хлеб и воду, шерсть, лед, лен, елей и напитки. Какой из тайных столовых питались. Им все отпускалось там. Алексей Первый, который в Семанске был, мы ездили в Одессу, смотрели какая там железная дорога сделана, как бы опускаться по ней к морю. Зато вот я загоражу путь ее тернами. Я обнесу ее оградою. И она не найдет стезей своей, где ходила. Ну сегодня добились, запретили свидетелей Югова, секту. Что, изменилось что-то? Они как ходили, так и уходят. Садите их. А им-то от этого только польза. Вот мы герои какие. А православная церковь блудится. Смотри, как написано в Откровении. Это про блудится написано. Вот она, на звере багряном. Хотя это речь идет не о ней, но очень похоже. Загородит путь Господь. Они не выйдут. Будут кидаться, метаться, чтобы начальству показаться лояльными. Вот это лояльное слово придумали. Откуда это слово? Мне это напоминает, у кораблят под днищем, на самое днище, есть льялы, куда сливается грязь вся лояльная. И вот они понимают это. И все это обязательно нужно. Должна быть такая обстановка в стране. Разрешение на это. На проповед разрешение. Это было при советской власти? Слово не. Я тут проповедовал, везде в институтах, во всех школах, везде-везде. Они за мной гонялись и гонялись. И всяк. Кто такой Лапкин? Всячески представить. Полное погружение. Это что, Нептуну? Богу поклоняются. Безумие. Полное погружение Нептуна. А он ладошкой мокрое заденет, это крещение. Какие у вас отношения бывают с властями? Да я вообще не думаю об отношениях. Хорошие? И погонятся за любовниками своими, но не догонят их, и будет искать их, но не найдет. И скажут. Пойду я и возвращусь к первому мужу моему, ибо тогда лучше было мне, нежели теперь. Вот так. Можно было бы еще добавить, что миссионерские отделы Бог никогда нигде за всю мировую историю не создавал. Миссионерские отделы Бог не создавал, а послал по двое только по двое. Ну это можно было посмотреть-то. Дальше, где Матпея, 11-2. Иоанн же услышал в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих. Почему ни троих, ни одного? Но я вопросы задаю. Почему молчите-то? Деяние, диктации 22. И послал в Македонию двоих, и служивших ему, Тимофея и Ераста, сам остался во время власти. Почему двое? Ну ладно, я откреститель еще в Ветхом Завете. А Павел-то в Новом Завете. Марка. И призывал двенадцать, начал посылать их по два. Марка 6-7. Господь, двенадцать апостолов по два, шесть миссионерских отделов готовы. И дал им власть над нечистыми духами. А здесь куча, и собрались деньги, получают. И с нечистым духом сидят в обнимку. Власть над ними надо иметь. Лука 10-1. После сего избрал Господь и других 70 учеников. Называют их малые апостолы. И послал их по два. Перед лесом своим, во всякий город и место, куда хотел сам идти. 70, а 35 миссионерских отделов. Да там 35, да и там 6. Вот уже сколько получается? 35, да 6. 41. 41. О, вот здесь послал, тут послал. 42, 43. Еще. Павел был с Варнавой двое. 44. Но возник конфликт просто из-за Марка. Снова Павел избирает силу. 44. 44. А тот пошел с Марком в 45. Варнава хотел взять с собой Иоанна. 45. 45. 45. 45. 45. 45. Павел полагал не брать отставшего от них в Пампилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 46. 45. 46. 46. 49. принадлежит только Духу Святому и только двоим. Я и Дух Святой. И как Бог доверял совершить миссионерскую поездку нам по странам Европы, Скандинавии, Азии. И только вдвоем. Я и Виктор Николаевич Савченко. Но шофер не считаю. Считаю шофера и собака урагана. Прошли 120 тысяч километров. Три раза обошли зимой шар по акватору. Сделали подарки примерно на 35 миллионов рублей нашими книгами и священным писанием 650 городов и районных сел. Это просто показать попутно. Повторяю. Показать. Попутно. Еще неизвестно. И как и что. Что такое? Вот оно. С техтагений на новейшей истории русской православной церкви, еще не родившись, уже поражена болезнью и разлагаясь в собачреве. Ой-ой-ой. Смрад его разложения расходится зловонием, лицемерие, человеконенавистничество, корысти, ужасающей бездарности и отсутствием должного научного богословского уровня. На Моисеевом седалище секта ведения русской православной церкви сели бездарные книжники и парисеи, ненавидящие свое дело, которые еще с большей ненавистью вытравляют из этого служения людей, имеющих на это призвание Божьей таланты, притягивая к себе таких же тщеславных и лицемерных бездарей человека и ненавистников. Вот как здесь у Стувинской партии какой-то, кто там, Антоний, как-то, не знаю, его даже фамилия, Дулевич, что ли, и вот он что-то там у нас, и батюшка неблагодатный служить нельзя, но такой злобой переполнен, а митрополит служит, батюшка ей бывает служит, и никто не запрещал, ни сам, если, мол, Дулевич сам, то есть сумасшедшая, этого стопы выставляет, говорит, он написал, ему письмо ответил, там, Иларион, но ответил, что в списках нету, таких дундуков вот на принимали, это мозги-то деревянные, и вместо сердца железко ржавое, как Михаил Александрович Шолохов говорит, братья мои, немногие делайте с учителями, знают, что мы подвергнемся большему осуждению, ибо все мы много согрешаем, кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать все тело, Яков 3.1.2 и сказал, на Моисеевом седалище сели книжники по висе, сели, их никто не садил туда, и так все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте, и делайте, а по делам их не поступайте. Матфея 23.2.3 В статье, почему церковь накрыла бесовская волна, грызи своими же, поднял тему фарисеев, бездалей, людей, занимающихся не своим делом, не на своем месте. Какую опасность они представляют, и почему являются жуткими вредителями делу? Полагаю, что будет правильно теоретическое размышление разобрать уже на конкретных персоналях в сектоведении. А сектоведем и апологетикой занимаюсь уже почти 20 лет, это Максим говорит. А поэтому кое-с-хо в этой области знаю хорошо. Он занимался там, в отделах, а я без отдела занимался 56 лет, не 20 лет. Понять, почему церковь накрыла волна, грызни, будет очень легко с анализом личностей, которые стоят за травлей известных православных миссионеров и проповедников, а именно Александра Леонидовича Дворкина и протеерея Александра Новопашина. Это Дворкин. Лицо нынешнего православного сектоведения Александра Леонидовича Дворкина. И что интересно, они даже не понимают, обязательно должен быть расстегнут. Или в галстуке. Он в галстуке расстегнут. Все делает по масонскому уставу. Но это еще скрывать. Кокосипов. В 82-х сколько-х годах бритые в галстуке масонском. Но это можно хотя бы понять. Но для народа-то. Павел говорит, вина пить не буду, мясо есть, чтобы не соблазнить. А это миллионы людей его видят. И попробуй, скажи, что Брит убросил. В 82-х годах. Ну а католичный полностью. Как Папа Римский. Не в жизнь он этого не сделает. Никогда. А почему? Это других он должен говорить. Какие старцы. А сам роль старца выполняет. К нему обращается за помощью. И вопреки Библии все делается. Что с Бритами сделал Давид? Запустил земной Иерусалим? А идем в небесный. Верхняя пуговица у масона должна быть расстегнута. А у костюма нижняя. Запомните это. Я их устав считал. И он как будто не знает. Он оттуда и есть. Это их ставленники. На разрушение людей. Если протеерею Александру Новопашну принадлежит сомнительная часть полагания начала беспрецедентной в новейшей истории русской облавы борзых на православного священника, то Александр Леонидович отметился в травле критики протеерея Олега Стеняева и Игнатия Тихоновича Лапкина. Он на мне зубы поломать хотел. Ничего у него не получилось. Протеерея Владимира Головина, протеерея Андрея Пеезосова. Наконец, побросав все дела очень оперативно, написал статью про Таерея Андрея Пкачев и Восьмой Вселенский Собор. Такой грамотный. Восьмой Вселенский Собор знает. Почему именно эти персоналии? Во-первых, это ключевые фигуры. Рацирс. Реально ставший тоталитарной сектой сектоведов. То, что сейчас в русской православной церкви сидит на седалище Моисеевым по сектоведению. Это Максим с ними вместе. 20 лет. Кстати, эта фиктивная ассоциация не зарегистрирована как юридическое лицо и служит тщеславным прикрытием типа «Нас много и мы в авторитете». Во-вторых, я их обоих знаю лично достаточно хорошо. В-третьих, это публичные люди, которые годами высказывали суждения и критику о других. И настало время нелицемерно и честно испытать на себе то, что позволял себе по отношению к другим. Рано или поздно это вернулось. Что? Говорит, посеешь, что и пожнешь. А скажут, а вы верите Максиму? Максиму верю. Максиму и Адволькину не верю. Я первый раз его когда увидел и сказал, что человек, который будет натравлять людей друг на друга, ввел в оборот тоталитарной секты. Никто этих слов и не знал. Тоталитарная, тоталитарная. И язык-то не ворочится сказать. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Лукаш 6.31. Увы, к сожалению, оба этих человека сейчас лицемерны. И критику уже в свой адрес они воспринимают очень болезненно и агрессивно. Это было прекрасно видно, когда на мою статью про Таирея Александровна Пашин, как малолетний мальчик, моментально побежал жаловаться своему папе, чтобы тот пожаловался моему папе, чтобы тот меня наказал, дабы я даже не смел критиковать великого режиссера и борцал с лжестарцами. Лже и псевдо. А то у них любимые слова. И гордыня и прелесть. Все, больше ничего нет. Вот отнимите слова. Пустота. Люди живут на это, получают. Деньги. И так неизвинителен ты всякий человек, судящий другого. И по тем же судам, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что судя другого, делаешь тоже. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божий, осуждая делающих такие дела, и сам делая тоже? Или пренебрегаешь богатством благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благодать, благость Божия, ведет тебя к покаянию? Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога. Римлян 2.1.5. Прошу внимательно просчитать еще раз эти слова апостола. Просчитали? Осмыслили? И теперь обратимся к упомянутой статье Александра Леонидовича Дворкина. Протоиерея Андрея Ткачев и 8-й Вселенский собор. Статья так называется. Цитирую. Складывается впечатление, что дожив до кризиса среднего возраста, Протоиерея наконец осознал, что выбрал не ту профессию, и теперь срывает свою злость всю и досаду за бесцельно прожитую жизнь на презираемой и ненавидимой им пастве. Просчитали? А вот прошлогодний октябрьский 2018 год. Интервью нашего профессора одному тульскому изданию. Прошу прочитать его внимательно. Особенно то, что мной выделено жирным шрифтом. А лично вы почему заинтересовались сектами? Как это произошло? Дворкин. Лично я сектами вообще никогда не интересовался. Так получилось. У меня достаточно сложная биография. 15 лет прожил в эмиграции в советское время. Когда после того, как обрушился Советский Союз, я вернулся в Москву, в свой родной город, и стал работать в русской православной церкви. Мне там порекомендовали заняться сектами. Ну и собственно это было такое, скажем, церковное послушание, которому я поначалу даже сопротивлялся. Не хотел этим заниматься. Потому что я вообще-то историк по своей специальности. А секты, в принципе, антиисторическое явление. Только напутал. Во-первых, историк – самая негодная до специальность. Из всех существующих в стране – самая негодная, обманчивая. Вот, допустим, 91-й год. Экзамены по истории отменены были по своему Советскому Союзу. Стримаркой. История страны чудовищно искажена. Писать нужно новые учебники. Писать-то можно, но страну-то не можешь события вернуть назад. И, главное, сектами не занимали. Антиисторическое давно всегда было, он даже этого не знает. Секты всегда были с первого дня. Но потом так получилось, особенно когда я познакомился с пострадавшими, которых было очень жалко. Я потихонечку начал заниматься этим вопросом. И увлекло? Не то, чтобы увлекло, но просто нужно. Я этим занимаюсь уже более 25 лет. Я по-прежнему занимаюсь историей. Потому что одними сектами занимаются это очень тоскливо. Поэтому параллельно с сектоведческими. У меня есть исторические публикации и книги. Это тоже часть меня. В общем, скажем так. Я ввязался в драку, и теперь уже просто уходить из нее невозможно. Вопрос. То есть, несмотря на то, что вы добились успехов, если можно так сформулировать, в сектоведении, вы не считаете это своим призванием, делом жизни. А меня бы спросили, вы считаете? Я добровольно пришел. Я делаю это с радостью. Покажу сектантов из разных сект, которые пришли в православие. А он их в жиле-то, может, не видал. Мне вообще секты неинтересны, честно скажу. Дворькин говорит. Я занимаюсь этим, потому что нужно заниматься. Вот если бы мне завтра сказали, все, можешь, больше не заниматься. Я с радостью перестал бы. А поколещенные люди его уже не касаются. К сожалению, это невозможно. Поскольку секты есть и действуют. И я уже знаю достаточно много про них. И все это нужно задействовать. Про них знают. Про себя только не хочет открытие показать. Но я занимаюсь ими без особого удовольствия. Вот откуда взято. Считаем дальше Дворькина. Эпатажами, нападками, истеричными выплесками, злобными оскорблениями, а то и разнузданным хулиганством он маскирует отсутствие богословского образования. Это он пишет от Кольщева Дворькин. То, с какими злобными нападками, оскорблениями, хамством, лицемеры из РАЦИРС критиковали православного священника, протеерея Владимира Головина, полагаю, известно всем, кто в теме. О хамстве критиков головинцев написана не одна статья «Лес рубят, щепки летят» или «Кто дал право протеерею Александровну Пашину оскорблять православных христиан» Наталья Голубкова. По плодам их узнаете их или о лжи и манипуляциях при дискредитации протеерея Владимира Головина новыми инквизиторами Наталья Голубкова. Кстати, после публикации своего доклада написано в «Человекове ненавистическом духе» Иоанна 15.12 «Сияет заповедь моя, да любите друг друга». Как я возлюбил вас. Протеерей Александр Новопашин начал оперативно подчищать слова и выражения, за которые можно со 101% гарантией получить судебное раздирательство. Вот показывают они двое. Двое. А этот котик спрятался, стоит на ногах. Дворкин и Новопашин. Ищут Владимира Головина для разговора. Вот какую картиночку-то подобрал вообще. Тут один брат сделал картинку. В чем он не прав? Ни Дворкин, ни Новопашин, ни большинство адептов, секты, секта боссов, израцерсток, в реальности живого разговора не ищут. Впрочем, картинку можно подписать так Дворкин, Новопашин и Головин. А уж то, как может вести себя истерично сам Александр Леонидович Дворкин, я видел своими очами. Да нужно куда-то еще смотреть. Внимательно прочитайте указанную статью. Он мирянин, просто чтец. В своей статье разве пытается смиренно по-христиански в духе евангельской батолюбии разумляет метрофорного, в кавичках. Это восхитительный знак. Протеерея, мол, не наш отчий, это христианский метод. Цитаты из Священного Писания привести из святых отцов. Он не пытался вот так поразумлить священника. Будьте протолюбивы друг к другу, с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. Римма 12, 10. Ибо весь закон в одном слове заключается. Люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызайте, съедайте. Берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Галатам 5, 14, 15. Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы духовно исправляйте такого в духа кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Галатам 6, 1, 2. Нет, друзья, вся его лицемерная статья на 100% является тем, в чем он в первом абзаце обвинил протеерея Андрея Ткачева. Эпатажным выходом, истеричным выплеском, злобным оскорблением человека, человеком, который, Дворкин, не любит свое дело. Человек занимается, который занимается не своим делом уже 30 лет. Цель, которую он намеренно преследовал, именно дискредитация и публичное унижение протеерея Андрея Ткачева. Ибо для чего, критикуя священника за ответ женщине, этот лицемер приплел мнение протеерея, отца протеерея, о 8-м Веселенском соборе-то? Для чего? В огороде Бузина, а в Киеве дядьке? Только для дискредитации. Не для вразумления, не для Братского совета протеерея Андрея Ткачева, а для обвинения в невежестве, нет образования, он окончил только Суворовское училище. Начинать вразумление человека с его унижения. Слушай меня, профессора Шавка, учитель Агарская, с образованием Суворовского училища. Сейчас я тебе покажу, кто тут на районе самый умный, «Как нужно рассуждать о 8-м Веселенском соборе?» «Э-э-э, где я это уже читал?» «А, вот оно!» Сказали ему в ответ, «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?» И выгнали его вон. Яна 9.31. Случай со слепорожденным прошу прочитать полностью, ибо это ключ к пониманию бесовской волны, травли талантливых проповедников в Русской Православной Церкви. Но чтобы понять суть, сейчас достаточно прочитать это. «Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, всего же не знаем, откуда он». Человек, прозревший, сказал ему в ответ, «Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверст мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит воли, его того слушает. От века не слыхано, чтобы кто отверст очице порожденному. Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего». Сказали ему ответ, «Во грехах ты весь родился, и ты ли насущишь?» И выгнали его вон. Иоанна 9, 29, 31. Случай со слепорожденным показывает духовную и религиозно-профессиональную невежественность фарисеев. Во-первых, они объявили, что он родился во грехах, между тем, ученики его спросили у него, «Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Иисус отмечал, «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии». Иоанна 9, 2, 3. «Эти фарисеи показали не только свою невежественность, но при народе оболгами человека». Запомните этот важный момент. Во-вторых, они сами признали, что им неведомо, откуда Христос. В-третьих, видя явное чудо, они закрыты шорами человеческой в восклицательный знак традиции, преданием старцев, в субботу нельзя лечить, не смогли логически свести концы с концами, что сделал простой необразованный инвалид. Запомните, это малообразованные инвалиды, почитатели протеереи Владимира Глагина и протеерея Андрея Ткачева. «Но мы знаем, что гречников Бог не слушает, но кто чтит от Бога и творит в воле его того, слушает». Как невежественные фарисеи, улеченные в своем невежестве, ответили необразованному инвалиду, бывшему слепому, сказали ему в ответ, «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?» «И выгнали его вон». Иоанна 9, 29, 31. Друзья, не нужно много ума, чтобы понять, считая сехтоведение Александра Лениневича Дворкина, его статьи, доклады, также творчество его самого близкого сподвижника протеерея Александра Новопашина и также людей, входящих в град Церц, что все их обличения сехт, основатели сехт и уже православную гору построены прежде всего на методе защиты иудейских фарисеев, на личной дискредитации людей, ворошение грязного белья и следование мусорных баков на заднем дворе, как и пойма. «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?» «Выгнали его вон». Евангелие 3, 9, 29, 31. «Только считая Святой Евангелие и проникаясь в его духа, можно понять, что вся многолетняя деятельность Александра Леонидовича протеерея Александра Новопашина и участника Парацерс, антиевангельская, антихристианская, построенная на методе иудейских фарисеев, распявших Христа, является следствием их духовной и религиозно-профессиональной невежественности». И так видно, как из Евангелия именно религиозные невежды, фарисеи, желая доказать свою правоту, кищаться своей образованностью и обличение людей начинает с их личной дискредитации, оскорблений и лжи об этих людях. «Почему я не опубликую на проекте «К истине» новопашинскую критику протеерея Владимира Головина» Максим Степаненко, заголовок такой. «Прямо в тему. Совсем недавно Макаревич призвал принять идиотизм большинства населения как данность. Да-да, вот оно, знакомое иудейское парисейское. Но этот народ невежда в законе, проклят он». Иоанна 7,49. «Теперь поговорим о более очевидном светском контексте, о профессиональном невежестве, именно сектоведении и апологетике Александра Леонидовича Дворкина. Для этого вернемся к его интервью в Туле. Не то, что к профессиональному психологу, но даже человеку с шапочным знакомством с проблемой невротических расстройств. Очевидно, что Александр Леонидович Дворкин находится уже 30 лет в невротической ситуации. Когда он должен идти, как он думает, обязан заниматься по постушанию, тем, чем он никогда не хотел заниматься, тем, чем ему неинтересно, неприятно заниматься, то есть сектоведением-то, и что с радостью, восстязательный знак, оставил бы. Александр Леонидович, рекомендую вам прочитать книгу Михаила Лобковского. «Хочу и буду». Это книга о вас. И вам она может помочь. Продолжу. Любой опытный кадровик, менеджер по кадрам, мотивационный коуч, психолог, и даже человек с опытом 40 лет жизни, уверенно подтвердит, что человек, ненавидящий свою работу, которая ему противно, неприятно, не приносит радости, никогда не достигнет несовершенства, и будет всегда некомпетентным, или однозначно малокомпетентным сотрудником. Его постоянным самообразованием, совершенствованием, может заниматься только любящий свое дело человек. Некомпетентный сотрудник, не любящий свою работу, это всегда вредитель коллективу и тому делу, чем он занимается. Ненавидящий свое дело человек вызывает, конечно, часто подсознательно, своими словами и делами неприязнь к своему делу у других. Многие, например, в студенчестве начинали ненавидеть предмет, который преподает бездарный преподаватель с его бездарными лекциями. Бездарный человек, которому в силу обстоятельств давление родителей, духовника, епископа или кого-либо, навязана ненавистная работа, никогда не сможет объединить вокруг себя истинно талантливых и профессионально компетентных людей. Он будет лишь собирать вокруг себя таких же бездарей, случайных людей и невротиков, ненавидящих свою работу. У бездарного ученого-профессора бездарности нередко могут достигать высоких должностей, никогда не будет своей научной школы и талантливых учеников, кандидатов в науках докторов. Только талантливый профессионал может привлечь к себе и воспитать талантливых профессионалов. Но, что самое страшное и мерзкое, это бездарный человек, ненавидящий свою работу, начинает ненавидеть людей, которые имеют к делу талант и любят то, чем занимаются. Рано или поздно они начинают плетя интриги и сживать из коллектива талантливых специалистов. Если таланты по молодости и психолог-политической опытности не смогут защититься, или они не имеют влиятельного покровителя из талантливых людей, то бездарь и невротики обязательно выживут их. В основе неприязненного отношения бездарей, не любящих свое дело, лежит зависть, и нам это известно. Ибо знал, что предали его из зависти, Матвея 27, 18. Патриархи по зависти продали Иосифа в Египет, но Бог был с ним, Деяния 7, 9. Первосвященники же и с ним, все принадлежащие к ересе саддукейской, исполнились зависти и наложили руку свою на апостолов и заключили их в народную темницу. Деяния 5, 17-18. Но иудеи, увидев народ, исполнились зависти, и противоречия и злословия сопротивлялись тому, что говорил Павел. Обратите внимание, что зависть и злоба это сёстры, идущие рука об руку. Ибо к нам мы были некогда, несмысленные, непокорные, заблудшие. Были рабы похоти, различных удовольствий, жили в злобе и зависти. Были гнусны, ненавидели друг друга. Киту 3-3. Любая работа, любое религиозное служение требует мотивацию. У талантливых людей их работа вызывает радость. И именно та радость является главным мотивом и мотивом чистым. Для бездарей, которым работа не приносит радость, главным мотивом является серебролюбие, корысть и тщеславие. Это два главных темных и чистых мотива для учёбы и работы большинства людей как в миру, так и в церкви. Не зря об этом писали древние провоки и апостолы уже в ранней церкви, это было очевидной проблемой. Ибо от малого до большого каждый из них предан корысти. От пророка до священника все действуют лживо. Врачует рана народа моего легкомысленно, говоря, мир, мир, а мира нет. Стыдятся ли они, делая мерзости? Нет. Нисколько не стыдятся и не краснеют. Иеремия 6, 13, 14. Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним, непринуждённо, но охотно и богоугодно. Но для гнусной, не для гнусной корости, это на изусердие. 1 Петра 5, 2. Каковым должно заграждать уста, а не развращает целые домы, уща, чему не должен. Из постыдной карости ничего не делайте. По любопрению или по счастлавию. Но по смиренно-мудрию посчитайте один другого высшим себя, филиппистам 2, 3. И вот удивительное дело, что молодые многие люди видят повсеместно. Чем бездарный и ни к чём не человек, тем больше почности и зарплаты наград он получает. А как так? Почему? Так происходит во всех нетоварищеских коллективах, пропитанные духом того, что у древних русских имело значение ложь, глупость, похоть. В таких коллективах, приходах и тому подобное подавляющее большинство людей, иногда до 22-3 эти люди не на своём месте, люди бездарные, случайные, не любящие своё дело и служение, а то и ненавидящие его. А они некомпетентны, безрадостны, унылы, невротичны, а то и депрессивны и управляемы такими бездарями, не могущими дать их радости. Как заставить работать более или менее хорошо всех этих бездарей через корысть и тщеславие? Что я считал Александр Аняйдович? В общем, скажем так, я ввязался в драку и теперь уже просто уходить из неё невозможно. Его уход из сектоведения вызвал бы невероятное злорадство у сектантов, с чего тщеславие не перенесло бы. Но в товарищеских коллективах нет общей заботы о благосостоянии всех. Поэтому деньги, награды, славу дают только избранным бездарям. Самым лживым, глупым и лицемерным. И эти избранные бездари становятся морковкой перед мордой ослов, которой они никогда не съедят. Но за ней бегут изо всех сил в этом невротическом кругу людей, занимающихся безрадостной не своей работой. Пусть никого не смущает профессорские звания и степени, среди которых, кстати, нет ни одной ваковской. А это всё же некая гарантия их качественности. Пусть никого не смущает наличие множества статей и даже книг. Знаю хорошо человека, который через три года после аспиратуры имел 43 развернутых тезиса и доклада на научной конференции, 31 научно-теоргтическую статью, причём пять статей в профильном отраслевом журнале, сейчас это называется не мусорными изданиями, 19 научно-теоргтической научно-популярных статей, был автором с автором четырёх учебно-методических показаний. Выступил инициатором, организовал несколько общественных научных конференций в своём университете, издал пять научных сборников, включая сборники этих конференций. Через полгода преподавания преподавания ассистента на кафедру ушёл в помощники проректора по науке в должность старшего научного сотрудника. Кто в теме, тот подтвердит, что это очень крутое начало, и так может делать только талант. Но всё это в реальности его тяготило, и было не его призванием. А что давало энергию и мотив к этой кипущей деятельности, одна из самых величайших тёмных энергий человечества тщеславия. Ну вот так сегодня 24 посчитаю. То ли на этом закончить, то ли что. Посмотри, сколько времени я считаю там? 41 минута. Вот всё, на этом кого? Останавливайся. 25 точно так же. отрывай на этом и конец. Я сейчас его сразу с события дня сделаю. тщательно. 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 Тщательно.